Следующее упражнение – это одноименная полушарность. Наши пальцы, рук и кисти – это вывернутые на изнамку мозг. То есть, занимаясь координацией, мы стимулируем полушария мозга. И вот следующее упражнение заключается в стимулировании одноименно руки-ноги. Руки-ноги, то есть одноименно. Если у нас, мы знаем про правое и левое полушария мозга, также у нас есть в активности передняя часть головного мозга и задняя доля головного мозга. Вот переднюю и заднюю долю головного мозга мы стимулируем и активируем одноименными сегментами. Для этого поднимается одна рука и нога одноименно. И цель упражнения – вращать стопой в одну сторону, а кистью в другую сторону. Потом в другую сторону, зеркально. То же самое делается с другим сегментом тела. Кисть и стопа, допустим, одна в одну сторону, другая в другую сторону. И обратно. Все то же самое. Необходимо довести до четкого контроля вращения руки и ноги одновременно.